Я хотел бы классифицировать алгоритмы по видам входных и выходных данных. Представим себе алгоритм как некий черный ящик, неважно, как он устроен внутри, что-то на входе, что-то на выходе. Чаще всего мы себе представляем, что некоторое число попало на вход, мы его каким-то образом преобразовали, и на выходе число. Но на примере разложения числа на множители вы видели, что это не всегда так. Тем не менее, самый простой вид алгоритмов может быть зарисован примерно так. y равно f от x. Вы видите, что я тут нарисовал координатную плоскость, такую диаграмму, в которой я по входным данным разделил на число последовательность, и тут число последовательность по выходным данным. Соответственно, вот эти генерирующие алгоритмы, например, разложение числа на множители, они выглядят так. У нас одно число на входе и неопределенное количество числа, заранее неопределенное. То есть, конечно, это зависит напрямую от числа и все. Но их может оказаться одно, пять, тысяча или вообще ноль на самом деле. Может быть такая ситуация, вполне. Вот. Ну, давайте так их и назовем генераторы. Алгоритмы генератора, ну или генерирующие алгоритмы. Я их напишу генераторы в кавычках. Меня сейчас не волнует, как именно это реализовано там в языке программирования, есть ли специальная поддержка для создания генераторов. Нам ничего не надо. Главный смысл в том, что у нас есть некие параметры алгоритма. Кстати, их может быть несколько. Ну, некий кортеж, как у нас было с арифметической геометрической прогрессией. Start, Stop, Step. Но их фиксированное количество. Или, скажем так, это все характеристики последовательности. А в результате алгоритма у нас порождается некий x1, x2, x3 и так далее, xn. Вот эти алгоритмы действуют ровно наоборот. У нас есть последовательность, которую мы анализируем. x1, x2, xn. И анализируя ее, мы делаем некие статистические выводы. Я их тоже напишу. Не одно, а несколько. Ну, может быть, вполне как некоторая вектор-функция, у которой сразу два или три числа являются ее выходом. Но всегда фиксированное количество. То есть это обработка потока чисел для выжимки из него. А вот эти алгоритмы принимают в качестве входного потока последовательность чисел. И в качестве выходного потока тоже последовательность чисел. y1, ymt. При этом и количество чисел в потоке чисел, и их значение, все может поменяться. Абсолютно. Конечно, тут нужно было бы насколько угодно сложные алгоритмы писать, но мне важно сделать несколько простых вариантов вот этих вот алгоритмов. Показать. Первый вариант будет вот такой, что я просто беру и накладываю некоторую функцию, то есть, по сути, применяю вот этот самый простой вид алгоритмов, я беру и накладываю его поэлементно на каждый член последовательности. Понятно? Поэлементная обработка. То есть у меня f от x1, f от x2 и так далее, f от xn, t. Понятно, да? Это первый вариант, он очень прост и естественен. Возвести последовательность чисел в квадрат. Длина последовательности заранее известна. Или есть терминальный элемент. В общем, понятна логика. А есть второй вариант, тоже очень простой. Когда я не накладываю на каждый элемент какую-то функцию, а фильтрую. То есть, это состоит из тех же самых элементов, но не обязательно всех. То есть, например, x1, x2, x5, xn-1 в конце. То есть, они каждый проходят некоторый принцип фильтрации. Причем, в данном случае я подразумеваю фильтрацию как отбор только по характеристикам данного конкретного числа. А не так, что расстреливать каждого десятого. Не такая логика. А фильтрация именно данное число проходит или нет. Это можно, знаете, с чем сравнить? С фейс-контролем. То есть, у меня есть некий, условно, коридор, через который у меня люди должны проходить. И вот они у меня идут по этому коридору. Туда проходит первый, второй, третий, за ним четвертый, пятый, шестой. Но есть возможность вот из этого коридора их, что называется, в стороночку отводить. И вот, не знаю, первый прошел, второй в стороночку, третий прошел, четвертый прошел, пятый в стороночку, шестой прошел. При этом числа на выходе абсолютно в той же последовательности просто некоторые не попадают на обработку. Но на самом деле тут можно всякие интересные вещи делать. Может быть, эти числа тоже надо обрабатывать просто специфическим образом. Давайте с вами посмотрим на простую фильтрацию в программном коде. Здесь, в этой программе, я фильтрую цифры числа на нечетность. То есть, вот он, фильтр. Если его убрать, то я увижу просто все цифры числа. Вот я убираю этот фильтр. По сути, на самом деле, здесь фильтрующий алгоритм, да, он работает в стыке с генерирующим алгоритмом, который вы уже видели. Это алгоритм разложения числа на цифры, начиная от младшей и к старшей. Давайте вначале запустим без фильтра. Например, мы видим, что цифры добываются от младшей и к старшей справа налево. Ну, логично. Такова математика этого алгоритма, да. Математика в чем? Что мы вытаскиваем цифру, распечатываем ее, а потом зачеркиваем эту цифру, разделяя число на 10 с отбрасыванием остатка. Вот. Но, возвращая вот сюда эту самую фильтрацию, я добиваюсь того, что у меня пройдут фейс-контроль только те числа, цифры, прошу прощения, да, ну, вот выходные сгенерированные элементы, только те, которые оказываются нечетными. То есть, вот я сейчас пишу, например, вот так, увижу только 7, 5, 3, 1. Давайте еще какой-нибудь случай рассмотрим. Например, для цифр, которые меньше 5. Да, я в этом случае увижу, что давайте опять впишем какую-нибудь ситуацию конкретную, да, вот такое число и вижу 0, 4, 3, 2, 1. Ну, потому что, опять же, с конца, да, он и пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девярка, он их все отфильтровал. Они не прошли фейс-контроль. Фильтрация – это очень простая вещь, его, может, не стоило вообще выделять в отдельный алгоритм, но, вы знаете, реально встречается, бывает необходимо. И в функциональных языках программирования даже специальные придуманы. Штучка такая, которая занимается фильтрацией. Переходите к следующему видео, будем обсуждать с вами вот эти, можно сказать, самые интересные из алгоритмов обработки последовательности.